Касамжумар Тукаев и Эмамали Рахмон посетили в Душанбе выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Лучшие фермеры Таджикистана представили выращенные ими в овощи фрукты бахчевые. Помимо этого, лидерам продемонстрировали национальные блюда. Только плова, только плова, несколько разновидностей. Колорит восточного базара ощутила Айгуля Монтаева. Хуш омадеде, что на нашем кошки Эльденес. Добро пожаловать здесь говорят чаще, чем до свидания. Хуш омадед, хош кельдинге. Хуш омадеде, да? Да, это добро пожаловать. Гость у таджиков издревле божий посланник. Богатый Дастархана в центре символ достатка фрукты и ягоды. Для дорогого гостя целый сладкий сад. Собственно, пойдет. Свисающие ароматные грозди винограда настраивали на дружбу. По эмоциям лидеров тоже было понятно. Отношения между странами крепкие и теплые. Прогуливаясь мимо арбузных башен, Касмжумар Тукаев и Эмамали Рахмон что-то с интересом обсуждали. Свежие овощи, орехи, сухофрукты. Повсюду огромные пирамиды из арбузов и дынь. Интересный факт. Чтобы собрать вот такую экспозицию, нужно как минимум 500 ягод. Все плоды должны быть одинаковой красивой формы. И арбузы, внимание, ювелирная работа, нужно расположить так, чтобы они устремились вверх, прямо к солнцу. Гостеприимство Республики Таджикистан. Принять тепло и красиво, чтобы было интересно, а не скучно. Скучать таджикской стороне точно не пришлось. Ягодные виноградные пирамиды, узоры из орехов и кураги собрали за ночь. Ручной труд у таджиков в приоритете. Пасечник по имени икром заботливо протирает полки с медом. Его тоже добыть не просто высоко в горах и под палящим солнцем. Сколько здесь видов меда? Здесь вот 4 или 5 видов меда. Какой? Перечислить? Ну, это все это меды, почти горные меды. Горные меды сейчас. Вот только хлопковый мед один. Каждому овощу и фрукты здесь особый почет. Вот в честь даров земли есть даже специальные праздники. К примеру, через 2 дня таджики будут отмечать День Арбуза, Дыни и Тыквы. Мы каждый год отмечаем разные праздники. Например, праздник винограда, например, плодовых культур. Вот 25-го мы отмечаем праздник Дыни, Арбуза и Тыквы. Днем в некоторых регионах достигает до 40 градусов, ну, 35-40. А вечером мы окружены горами, он резко падает, и он достигает до 18-20 градусов. Это большая ампулатура. Исходя из этого образуется очень много сахара внутри наших плодов, и поэтому они вкусно получаются. Знакомые нашему казахстанскому глазу консерванты. Тут и соленые огурцы, помидоры, компот, домашний лимонад. Однако, можно встретить и отличия. Если мы из абрикосов привычно варим варенье, делаем компот, здесь еще их и солят. Дружбу легче укреплять через культуру. Жители и гости Астаны уже не раз окунались в атмосферу настоящего восточного базара. Пробовали знаменитые таджикские абрикосы и ароматные сладости. Перекрестные дни культуры в виде ярмарок с пышным восточным колоритом решили проводить чаще. Айгуля Монтаева, Алибек Алиев, Бахатпек Нуртаев. При содействии телерадиокомплекса президента Таджикистан Тушамбе 24КЗ.